В продолжение спортивной темы целый ряд медалей завоевали тверичане на чемпионате по зимнему универсальному бою. Турнир прошел в ходе минувших новогодних каникул с 6 по 7 января. Подробности в нашем следующем сюжете. Уже в пятый раз на базе отдыха Гришкина, что по Тверю, проводится чемпионат России по зимнему варианту универсального боя. Это место полюбил с организатором соревнований не просто так. И за раз в раз здесь создаются отличные условия для всех участников. Действительно, это тоже понимаем, что это большой труд. Только это такие соревнования, как чемпионат России. Это большая организация. То есть тем, кто людям участвовал, это большое спасибо. В этом году в Тверскую область приехали более 100 спортсменов из 23 субъектов. Соревнования прошли в трех весовых категориях. Мужчин и у женщин. Всем им предстояло провести поединок, пробежать на лыжах, а также продемонстрировать меткость в стрельбе. По итогам чемпионата лучше всех выступили хозяева, которые взяли 4 золота из 6. На первое место поднимались Александр Хучуа, Нурали Нуралиев, Алексей Белорусов и Инесса Конева. Турнир прошел настолько успешно, что Общероссийская Федерация всерьез планирует провести у нас мировое первенство по универсальному бою. Оно стремительно набирает популярность, причем не только в северных странах. Как это было, мы проводили в Архангельской области, в городе Котласе, где у нас участвовало 28 стран. И только из арабских 10 арабских и 5 африканских стран, которые участвовали первый раз в зимнем универсальном бою. По результатам нынешнего чемпионата России лучшие получили помимо медалей как раз путевки на следующий чемпионат мира. Ну а для Тверской области еще одним приятным итогом стало назначение директора школы борьбы Олимп Кахрамана Нуралиева вице-президентом Общероссийской Федерации универсального боя. Теперь он будет курировать зимнюю разновидность, развивая именно международное направление.